14 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян провел пресс-конференцию, на которой сделал ряд программных заявлений, точнее антипрограммных, потому что никакой программы у Пашиняна нет. Череда нигилистических тезисов практически ставит крест на мирных переговорах. Смысл его высказываний в комплексе сводится к тому, что Армения отказывается обсуждать предлагаемый Азербайджаном вариант мирного договора, так как там слишком много красных линий для Армении. При этом постоянно озвучивается тезис о гарантиях международных наблюдателей, что означает стремление наводнить территорию суверенного Азербайджана целой толпой мрачных людей из Европы, которые с умным видом будут читать нам мораль и оттягивать реинтеграцию армян Карабаха. В принципе, позиция армянского руководства стала ясна уже после заявлений секретаря Совбеза Республики Армении Армена Григоряна. Пашинян же лишь не применил воспользоваться случаем, чтобы лишний раз обратиться к излюбленному им амплуа дешевого, но трагического лицедея. Две реплики все-таки заслуживают того, чтобы привести их отдельно. Они демонстрируют весь масштаб убожество армянской политической мысли. Два-три дня назад мы получили от Азербайджана ответ. Есть ли прогресс? Нужно отметить, что мы видим определенный прогресс. Но чем больше мы продвигаемся вперед, тем больше фундаментальных проблем выявляется. И вот второй образчик. Существование армии самообороны Нагорного Карабаха – лучшее доказательство того, что Азербайджан планирует геноцид и этнические чистки. Вероятно, даже кураторы армянской повестки хлопают себя по лбу в приступе испанского стыда, когда слышат подобные доморощенные упражнения в софистике. Ученик туп. Безнадежно туп. Но этим он в принципе и прекрасен. Ведь умное общество не пошло бы за тщетными посолами. Пожалуй, однако, не стоит ерничать по поводу пассажей премьера в той мере, в которой они того заслуживают. Тот факт, что носители подобной ментальности и интеллекта находятся у власти, и их действия влияют на судьбы региона и людей, вызывает скорее безысходную печаль. Пашинян, как было уже отмечено выше, трагическая фигура. Затягивая с миром, он боится даже небеснующейся толпы. Во-первых, от нее он умеет хорошо прятаться, что показала ночь с 9 на 10 ноября 2020 года. А во-вторых, от нее он получил мандат на мир в июне 2021 года. Нет, он боится не толпы. Он боится одного условного фанатика, вроде того, который убил Талат Пашу. Боится, что какой-нибудь Тейлерян 2.0 застанет его в парижском кафе во время обильной трапезы, с бокалом пива в руках и расстреляет на глазах только начинающей жить Анны. Такая вероятность очень высока, потому что армянский социум продолжает плодить психопатов. Вынужденная подлость Пашиняна в том, что он, спасая свою шкуру, рискует жизнями тысяч простых армянских солдат. Ему легче объявить и проиграть еще одну войну, но не брать на себя ответственность за мир. Потому что армянский психопат простит ему поражение, но не простит ему мир. Так что единственная подходящая для Пашиняна стратегия сегодня – тянуть время в надежде на везение, при этом стремление к эпатажу, а с другой стороны наличие насущной необходимости чем-то кормить свой наиболее радикальный электорат – не позволяет ему ждать удачу тихо-скромно. Событие 2018-2020 годов тому наглядный пример. Не случайно помощник президента Азербайджана, заведующий отделом внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев, в своем интервью напомнил о 2020-м годе. «Подобные выпады официальных лиц Армении напоминают их заявления перед Второй Карабахской войной, вроде «Карабах – это Армения и точка. Новая война ради новых территорий. Мы не вернем Азербайджану ни пяди земли, семь условий. Словно предугадав ажиотаж в соседнем стане. Нам Франция поможет». Гаджиев в том же интервью отметил, что правомерная позиция Азербайджана по вопросу суверенитета страны принята на международном уровне. А еще он назвал соседнюю страну Республика Хаястан. На первый взгляд – просто признак раздражения. Но азербайджанские официальные лица не имеют тенденции к мелким колкостям. На самом деле, это, пожалуй, не что иное, как понижение статуса визави. Мы перестали вас официально уважать. И переговоры с вами вести, по всей видимости, бессмысленно.